В Есенов университете состоялось первое заседание научного совета, созданного при Акимате области. На совещании было озвучено решение ряда социальных проблем региона посредством науки. Участвующий в работе совещания глава региона Нурдавлет Килыбай также ознакомился с ходом строительства нескольких объектов на территории вуза. Подробнее в следующем сюжете. Научный совет создан в соответствии с поручением президента для решения актуальных проблем региона на основе обоснования и концепции, предложенных учеными. На встрече были затронуты вопросы обеспечения региона питьевой водой, развития рыбного хозяйства, расширения связи между научным сообществом и бизнесом. На совещании министр науки и высшего образования САЭС от Нурбек поделился мнением о подготовке дефицитных специалистов в области, принятии закона о технологической политике. Глава региона Нурдавлет Килыбай также поднял вопрос подготовки кадров в зависимости от спроса. Акимат, университет и крупные учреждения недропользования должны подписать трехсторонний меморандум и поднять вопрос о том, какие профессии нужны в будущем с последующим выделением грантов для подготовки по ним. Сейчас уже нет времени ждать. Конкуренция растет день ото дня. Поэтому мы должны быстро принять решение. Для этого с нашей стороны не должно быть препятствий с финансированием. На совещании был подписан меморандум о сотрудничестве между Есенов и Университетом, областным управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и МАЭКом в открытии научно-прикладного центра аквакультуры Каспийского моря. После заседания Акимобласти ознакомился со строительством объектов на территории университета. Один из них – Есенов технопарк. Лаборатории здесь будут доступны не только студентам, но и гражданам, трудящимся над изобретениями. В технопарке есть секторы электротехнической, металлической, деревянной, мебельной, текстильной направленности, типография, малярный цех, конференц-зал, студии робототехники, художественного искусства, дизайна. Все они оснащены современными оборудованиями и технологиями. Этот проект позволяет выпускать квалифицированных IT-специалистов, говорит ректор университета. Планируется, что в сентябре мы начнем обучать 200 детей по IT-направлению. Лицензионное сопровождение берет на себя Астана Хаб. Мы реализуем региональную школу. Мы не будем ограничиваться только региональными учеными, а планируем приглашать сюда ученых из мировых крупнейших компаний, известных университетов и центров. Было высказано предположение, что если мы ограничимся учеными регионального уровня, то в дальнейшем наша способность расти останется ограниченной. Сейчас мы совместно с Акиматом пересматриваем состав совета. Ежегодно ученые, работающие в стенах университета, проводят исследования по направлениям, необходимым для будущего роста области. Также они получают поддержку от министерства в виде грантов. Выделяемые средства на науку растут с каждым годом. Например, ученые нашего университета в этом году выиграли 23 гранта. Из них 5 грантов предназначены для молодых научных сотрудников. Проводится исследование по экологическим проблемам Каспийского моря, вопросам эффективной и оптимальной добычи нефти и газа, а также в области обнаружения в составе сточных вод химических элементов, необходимых для организма человека и использования их в производстве, охраны и популяризации исторических памятников. Кроме того, рядом с вузом строится новое здание морской академии. Планируется, что в стенах трехэтажного объекта будут обучаться 600 студентов. Также будет построен стадион-трибуна на полторы тысячи мест. А парк молодежи открывает свои двери не только студентам, но и жителям города. Таким образом, в этом году в университете областного центра будут реализованы четыре проекта.